Привет, друзья! Заканчивается наше путешествие. Завтра мы улетаем из Стамбула. Сейчас мы прошли прощальный тур по улице Истекляль и подвожу небольшие итоги. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитров Юрий. Когда мы только уезжали, улетали, мы вчетвером... Один из моих знакомых спросил меня, а сколько это будет стоить примерно и на сколько мы едем. Ну, я сказал, что... Ну, билеты там... Он спрашивал про билеты. Билеты стоили там в районе 70 тысяч на четверых рублей. И дальше я сказал, что мы планируем взять машину в аренду, что мы и сделали. Будем жить там... Ну, снимать по мере необходимости жилье и так далее. Ну, он спросил, во сколько примерно обойдется. Я сказал, тысяч двести. Примерно так это и обошлось. Он сказал, что это очень дорого. Вот, но... Примерно так у нас обычно и обходится. Мы обычно по Европе путешествуем. Что я хочу сказать. Что за это время, вот, за время моих путешествий уже, в общем-то, наработан опыт. И я стремился к тому, чтобы, ну, организовать так, чтобы можно было путешествовать совершенно свободно. Где хочу, когда хочу и, ну, на любое время. И, в принципе, сейчас я достиг этой цели. Могу сказать. Дело в том, что когда я путешествую, я продолжаю работать точно так же. У меня всегда есть интернет. Я беру с собой видео свою аппаратуру. И могу снимать где угодно. Вот сейчас, вы видите, я прямо на улице стою и снимаю. Здесь нет никаких проблем. С одной стороны. С другой стороны, размещать видео тоже достаточно легко. Главное, чтобы было интернет. А он есть практически везде. То есть мы выбираем жилье так, чтобы был интернет. Ну, а если нет интернета, то, в принципе, мы можем где-то в кафе сесть и там что-то разместить. Кроме того, вы знаете, что я торгую на фондовом рынке. И, значит, естественно, я беру с собой компьютер. И все это вполне себе тоже доступно отсюда. То есть я совершенно спокойно торгую на срочном рынке. Совершенно спокойно смотрю за новостями. Да, пусть не так активно, потому что здесь масса впечатлений. Но если я здесь надолго, то, в принципе, уже, в общем-то, безразлично, где жить. Кроме того, сейчас мы вчетвером. Дети уже выросли, в принципе. То есть дочь мы вчера отправили в Чехию. Она там будет учиться в университете. Дальше я могу путешествовать либо один, либо вдвоем с женой. Что, соответственно, будет несколько дешевле. Ну, по крайней мере, на билетах на самолет. И получается так, что, в общем-то, я не завишу ни от чего. 200 тысяч – это вот сейчас на четверых. Это примерно соответствует моему месячному пассивному доходу. Ну, просто доходу, на самом деле. Не только пассивному. То есть, в принципе, когда вот мой знакомый сказал, что говорит, ну, типа, сколько вы будете путешествовать, что будете делать, когда деньги кончатся. И я могу сказать совершенно уже, ну, как бы уверенно, что деньги не кончатся никогда. Вот что самое главное, самое интересное. То есть, смотрите, я могу путешествовать там месяц-два, и, в общем-то, деньги никогда не кончатся. Что меня сейчас здесь ограничивает? Ну, сейчас у нас брошенный дом один. Значит, там сыну надо учиться. Сейчас вот мы завтра возвращаемся. Он два дня пропускает учебы. Вот это нас останавливает. Ну, это сын-то учится, во-первых, недолго. Вот, а во-вторых, ну, он уже взрослый, мы можем его отправить просто и, собственно говоря, продолжить свое путешествие. Он уже вполне себе взрослый. Поэтому вот такая цель. Я ее ставил, она достигнута. То есть, на пассивный доход я могу путешествовать сколько угодно, и не только на пассивный. То есть, я полностью не привязан к географии. Я не привязан к стране. И вот это вот чувство свободы, оно, конечно, очень здорово. Я очень желаю вам всем добиться такого же результата. Ребята, это кайф. Это просто кайф. Ну, жилье снять можно надолго. Например, это будет дешевле через Airbnb. Там прям вот сервис такой, что можно снять надолго. Ну, там за 500 евро можно снять, наверное, жилье на месяц вполне себе. Ну, а дальше, смотрите, мы в России живем. Мы тратим где-то там тысячу рублей в день где-то. Вот. Ну, а здесь бывает дешевле. В Турции, по крайней мере, можно и дешевле пропитаться. Можно дороже. Но продукты стоят примерно одинаково. Коммунальные услуги, пока мы здесь, мы не платим там. Зато, ну, здесь, конечно, платят чуть побольше, чем там. То есть, как бы, такая штука, что... Когда мы здесь, мы экономим немножечко там, но зато тратим на еду здесь. То есть, ну, как бы, мы вполне себе автономны. И это, я еще раз повторяю, очень-очень здорово. Поэтому, друзья мои, создавайте источники пассивного дохода, делайте все, что хотите и стремитесь к своей мечте. Делайте конкретные шаги, и у вас все получится так же, как получилось у меня. Потому что, ну, я к этому стремился, я делал конкретные шаги, я хотел этого, и я этого добился в своем возрасте. Ну, если вы моложе меня, то у вас тем более все получится. Если старше, ну, ничего не потеряно, все продолжается. Поэтому, друзья мои, будьте оптимистами, и все получится. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова